Наступило лето, всем хочется ехать на море, но в выходные дни пробки очень большие, в пятницу по дороге к морю и в воскресенье по дороге с моря. Поэтому мы решили поехать на море в четверг, а вернуться домой всю воду и посмотрим, будут ли пробки. В прошлые праздничные выходные люди ехали к морю по 10 часов, точно так же назад. Это был не отдых, а испытание. Сегодня мы едем в Джанхот, поедем через Джубкинский перевал, доедем до Развилки на Джубку, повернем справа и через Бжит в сторону Пшады, в сторону Геленджика поедем в поселок Джанхот. Также будем проезжать Архипаусипов, до Джанхота можно доехать и через город Новороссийск. Ну а нас, навигатор, ведет по этой дороге. Единственное, что из-за ремонтных работ сейчас пробки между Горячим Ключом и Матавадовкой довольно-таки большие. Ну, надеюсь, что мы проедем без пробок. Сегодня будний день. Проехали Адыгею, въехали в Горячий Ключевской район, проехали Мулькино, подъезжаем в станице Саратовской. Дорога хорошая, спокойная, машин мало. По этой дороге мы очень часто ездим в лес за грибами. Эта трасса М4 тут продолжается. Если Саратовская проедет направо, то можно проехать до станицы Калужской по нашим грибным местам. А мы будем ехать прямо через Горячий Ключевскую сторону перевала. Проехали в станицу Саратовска. На Горячий Ключев 5 километров, на Джунге 64 километра. В сам город Горячий Ключевскую мы заезжать не будем. В районе по трассе Мима. Чудесный город Горячий Ключевская. Прекрасное место для отдыха. Очень хорошая лечебная база. Санктурно-курортное лечение развито в этом городе, в курорте Горячий Ключевской. Прекрасное место для отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пробки, конечно, под рукой еще, потому что ведутся ремонтные работы Мы проезжали перед этим Есть участки, где работы ведутся Пробок сейчас нет, потому что все-таки машин не очень много Были ограничения скорости Висели знаки о том, что ведутся ремонтные работы Но, честно говоря, мы не заметили никаких работ Только знаки о том, что эти работы ведутся Может быть перерыв Хотя время близится к вечеру Какой уж тут перерыв И вот начало перевала Сейчас начнется под ним вверх На самой верхушке этого перевала Тоже очень красивая смотровая площадка Там скульптуры медведей Можно постоять и полюбоваться красотами С этой смотровой площадки С вершины перевала Ну вот и машин немного, но пробочка так небольшая есть Здесь поменяли схему движения в этом году На подъем сделали одну полосу Раньше было две полосы Но почему-то вторую полосу убрали Вот поэтому большие пробки Когда еще больше машин Вот так вот будем медленно ехать Раньше можно было более медленно Идущему транспорту Пропускать более быстрые машины Вот едем мы С какой скоростью сейчас? 30 Где-то скорость у нас получается 30 километров в час Ну Думаю, что это будет Да, в часы пробок Когда много машин Это будет просто испытание Ну конечно Вот впереди едет Груженный грузовик Какая-то огромная машина Медленно едет Тяжело Тяжело ему ехать Потому что Очень загружен И все вот так вот тянутся За ним Но некоторые нарушают Он обгоняет по разделительной полосе Но это может кто-нибудь Так хорошо штрафовать А так, если было бы две полосы То этот автомобиль Мог бы пропустить всех И не было бы такой пробки Вот и доехали мы До вершины перевала Здесь обычно много тортбовцев Фруктами, орехами Теперь начинается спуск С перевала Подъем как-то прошел незаметно Очень легко Не разгоняясь Скорость была 30-40 километров в час Скорость была 20-30 километров в час ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжаем Поселок Балдавановка Чудесное местечко Для отдыха и для жизни В горах Экологически чистая Грибное Грибное место Здесь всегда торгуют грибочками И свежими в сезон И постоянно круглый год Маринованными и солеными грибами Уже две полосы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди Тифановка 10 километров Горская 17 километров И до Джубки И до Джубки 26 километров Проехали Молдавановку Следующий будет населенный пункт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С левой стороны от дороги И с правой стороны от дороги Расположен этот поселок Но основная часть поселка Расположена, по-моему, с левой стороны от дороги Называется он так, потому что Стоит на берегу реки Дифань Тоже ведутся строительные работы Ремонтные работы На трассе Бордюры разделительные Проехали Тифановку Но по-прежнему пробок На дороге нет Как хорошо, что мы едем В будний день, в четверг А не в пятницу К сожалению Так получается Не всегда очень редко Но сегодня повезут Полковничья поворот направо Но мы там не были Но, говорят, очень хорошие Грибные места Красивые Есть река горная И чудесные леса Следующий Будет поселок Селение Горское Мне очень нравится ехать По этой дороге Наслаждаться красотой Вокруг Особенно летом Когда все вокруг зелен Море Скоро мы будем на море Неужели? Вот горская Здесь расположен рядом Рыночек ярмарка Торгую И корзинами И вениками И грибами И орехами И фруктами Медом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы мы повернули налево То ехали бы в сторону джунки Вот бжит И вот сейчас проезжаем поселок бжит Довольно-таки в удалении от моря Но многие останавливаются в этом поселке А потом на море ездят в бухту Инал И отдыхают там Ну это, конечно, не очень удобно Но хотя, кто имеет машину То можно отсюда и доехать И до Голубой бухты И до бухты Инал Это было налево Был бы поворот на бухту Инал Мы повернули направо Едем в сторону Душан В Архипаузе Едем в сторону Архипаузе Парке Здесь персиковые места В сезон Здесь очень много персиков вкусных выращивают Целые плантации персиковые Река бжит Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Наезжаем в поселок Сешепс Наезжаем в поселок Сешепс Тут, наверное, река Одноименная Это Сешепс Поселок с правой стороны А с левой стороны лес Симпатичный поселок Аккуратненькие домики Есть магазинчики Школа Камера Ограничения 40 Аккуратненькие домики Вот такой чудесный поселок Ишепс Во дворах очень много фруктовых деревьев Персики, инжир Все цветет Абрикосы 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 уже начинают спеть Начинается у нас Абрикосовый рай На Кубани Камер нет Еще нет засухи Были дождики Все цветет Очень много красивых роз во дворах И, конечно же, продают Маринованные грибочки Вот река Тешепс Но она практически присущая Вот мы и на въезде в Архипаосиповку Здесь кругом стоят машины на обочинах С предложениями снять жилье Самых разных категорий И люкс И экономное жилье Вот и въезжаем в поселок Архипаосиповка Милый, уютный поселок Чудесный пляж Нравится мне отдыхать в этом поселке Но в сезон, конечно, здесь тоже очень много людей Можно здесь найти и в частном секторе Жилье для отдыха Также есть пансионаты, отели Есть и кеппинги Кто как любит отдыхать Ну, сейчас июнь Еще только начало курортного сезона Наверное, отдыхающих еще не так много Ну, были предложения Вот я видела объявление Предлагают люкс 400 рублей Наверное, из человека Люкс в палатке? Нет, почему? В квартире Комнаты продаются с бассейнами Комнаты сдаются Номера с бассейном Наверное, чем ближе к морю Тем подороже жилье Ну, вообще, один из вариантов для отдыха летом Мне нравится здесь пляж Мелкая галька Море с левой стороны от дороги Милый поселочек Все очень чистенько Здесь есть где погулять Симпатичная набережная Много магазинов И продуктовых И всяких разных Есть супермаркет Магнит, конечно Как без него Где мы сейчас остановимся И купим себе чего-нибудь вкусненького Торгуют фруктами Здесь И клубничка И виноградик Кукуруза уже Арбузы Но арбузы, конечно же, турецкие Клубника местная Кубанская Черешня Клубника Это все местное Но арбузы Я думаю, что это турецкие В это время года Как-то арбузы я не рискую покупать Потому что бывают Всякие разные неприятные ситуации Уже лучше клубнички купить Чем арбузик в июне Вот Будет август месяц И будем есть наши кубанские Вкусные Сладкие Арбузики Проехали Архипаусиповку Движемся дальше Зашли в магнит Ассортимент в магните Такой же, как и в Краснодаре Единственное, что Есть какое-то количество Местной зелени Местных фруктов Это зона отдыха Кафе Яблонька Здесь есть путь Водопады Водопады Искусственные или настоящие Ну, вечка течет Потому что подработали Там форель Там даже в этом месте Выращивают форель И можно Покушать свежие Форели Есть объявление Что водопада Здесь 200 метров Веревочный городок Баня Разные развлекательные Мероприятия Проводятся Ну, мы, кстати, там Ни разу не были Надо будет Когда-нибудь посетить Эти водопады Ты был там? Был, когда бесплатно Было А сейчас За вход Не несколько Может уже не беру Оказывается, раньше Была бесплатно А сейчас Вход уже платно Проезжаем поселок Текус Его окружают Сады фруктовые Очень много Яблоневых садов Черешневые сады Персиковые Фруктовый рай Продолжение следует... До Пшады Пять километров Мы будем проезжать Через Пшаду? Да Водитель сказал Будем проезжать Через Пшаду Сейчас мы поднимаемся На Михайловский перевал Не такая уж и сложная дорога Но с поворотами Нужно быть внимательным И не превышать скорость Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нарушили Превысили скорость А сколько мы ехали? Здесь камера на 50 была Но нам почему-то Наш навигатор об этом не сказал А мы ехали 70 Теперь придет штраф Это поселок Пшада Тоже небольшой Приятный поселочек В окружении гор Продолжение следует... Проезжаем поселок Михайловский перевал Из-за этого был перевал Под названием Михайловский А это населенный пункт Называется Михайловский перевал Довольно-таки большой поселок Довольно-таки большой поселок Расположен в ущелье между гор По обеим сторонам дороги До Геленджика уже 17 км До Геленджика уже 17 км Заезжать не будет Повернем на Демногурское До Геленджика уже 17 км До Геленджика уже 17 км До Геленджика По Геленджика До Геленджика А вот это поселок Возрождение еще один чудесный поселок-гора ведутся ремонтные дорожные работы это здорово довольно-таки крутая дорога и до возрождения и после но прям так немножко заносит на поворотах нужно быть осторожными покрытие дороги отличное дорога хорошая вот этот участок видно недавно отремонтирован и опять-таки много мест где можно вкусно покушать ну это еще поселок продолжается он еще не закончился, да? ну какой он большой как красиво живут же люди в окружении гор любуются каждый день такой красоты свежий воздух прутки лес проехали поселок возрождения проехали от Ирбиевку пригород Геленджика хорошая широкая дорога несколько полос в одну и в другую сторону ехать очень комфортно подъезжаем к повороту на Динаморское поменяли схему движения мы здесь были на этой дороге наверное два года назад да позапрошлом году подъезжаем к Геленджику но нам нужно не в Геленджике а в Динаморске это новая дорога ну разворот сделали новый разворот раньше и вымирали Тинаморское Тинаморское вот и наш поворот на Динаморское вот мы приехали с вот поворотом? нет все правильно повернули правильно но новая разметка немножко запутались камера закрылись? вот сюда? нет сюда наверное дальше а вот дальше вот поворот будет следующим Динаморское Динаморское да? нет парк развлечений какой-то здесь какой-то какой-то нравится мне эта дорога по краям дороги растут сосны очень живописно особенно дальше там целые склоны покрыты соснами маслята растут здесь в сезон по краям дороги я буду Engineer Вот и Демноморская, камер нет. Чудесное место для летнего отдыха у моря. Здесь море тоже очень хорошее, очень много разных вариантов для проживания. Море чистое, климат чудесный. Ну, сезон, конечно, как и во всех курортах на Черноморском побережье, здесь людей очень много. Чудесный городок. Здесь большие домики, маленькие церкви, стадионы. Симпатичные, чистенькие, ухоженные. Я думаю, из-за того, что ограничено сообщение, авиасообщение, конечно, здесь народу поменьше. Все-таки аэропорт Сочи. В тех краях, наверное, народу побольше. Сюда только нужно будет потом ехать на автобусе, наверное, да? Или на водном путем, там, зачем скрусировать. Или запустили. На корабликах? Откуда? Из Сочи? Да, из Сочи. Из Сочи кораблики ходят по другим курортным городкам, да? Ага. Ну, все равно. Или прилетел в Сочи и отдыхаешь там, или еще куда-то ехать. Конечно, нам проще. Захотели к морю, сели на машину и поехали. Сейчас в далекие путешествия отправиться сложно, но наш край – это место для прекрасных путешествий. Только было бы желание. Проехали Девноморское. Впереди у нас Джанхуд. А если дальше проехать, то можно приехать в Просковеевку. Тоже прекрасное место для отдыха, где есть известная скала Парус. А также недалеко расположен всем известный прекрасный дворец. Мы едем в Джанхуд. Вот за этими соснами море. Подъезжаем уже наконец-то. в Парус. Если здесь ехать вправо, немножко дальше, по-моему там, где стоят машины, там есть кемпинг. где можно отдыхать среди с восемь. Уже здесь. И есть спуск к морю. Ну, конечно, экстремально. Там нужно спускаться, держась за веревки. Но пляж шикарный, очень красивый. И те, кто отдыхал в этом кемпинге, очень довольны. очень близко к природе. Говорят, что там пляжи под Домогистом. Вот сюда, наверное, был спуск. Вот сюда, наверное, был спуск. Очень красивые места. Здесь растут не только сосны, но и можжевельники. Ну, опять, я не знаю. А, кстати, опята мы собирали, когда отдыхали как-то в Джанхуде. Некоторые приезжают в Джанхуд где-то в сентябре, в октябре. Здесь тепло. Ну, наверное, до ноября мы как-то отдыхали, я помню. До 30 октября еще было очень тепло. Море было теплое, мы с удовольствием отдыхали. Приезжают специально попозже, в начале осени. Ну, и в октябре тоже, в середине осени. И отдыхают, купаются, грибочки собирают. Здесь есть базы с кухней, где можно даже и мариновать грибочки. Берут с собой баночки, маринуют. И домой есть уже готовую продукцию. Ну, мы здесь гуляли в этих лесах. Было время не очень такое грибное, но маслята собирали. Классные маслята были в октябре. Налево поворот на Просковеевку. Такой крутой поворот. А прямо мы едем в Джанхуд. Здесь проезжаем дом-музей Короленко. Знаменитый писатель русский. Сколько пасется козочек. Вот и Джанхуд. Здесь тоже можно мест много подобрать, где отдохнуть. Здесь подальше от моря подешевле, поближе к морю подороже. Очень много различных мест для отдыха. Можно приехать и на день. Поставить машину, оставить на парковке. И тут недалеко, пешком до моря. Вот стоянка. За шлагбаумом парковка бесплатная. А за границами стоянки бесплатно. Можно машину поставить. Но, конечно, в сезон здесь мест не очень много. Только на платной парковке. Ну, по-моему, я не помню, сколько стоит, но не очень дорого. 100 рублей в день. Ну, да. А вот и море впереди видно. Мы уже подъехали к пляжу Джанхуд. Мы сегодня остановимся в гостевом доме. Называется Золотой песок. Там есть своя парковка, по-моему, да? Уютное местечко. Здесь рядом есть магазины. Вот сюда. Вот мы и приехали. Перелок морской. Перелок морской. Экспири. Перелок морской. Нормой морской. Продолжение следует...